питерская компания кварта предоставила нам несколько компонентов для тюнинга оружия и поэтому сегодня мы сделаем тест обзор этого тюнинга а также расскажем о нашем опыте использования и подготовки оружия для разных задач у нас здесь сайга 545 ничем не отличающийся в принципе от автомата калашникова штатного дожигатель от вектор 762 хенд стоппер внутри установлен полиуретановый буфер переходник приклада с трубой тоже от вектор 762 и приклад комскековский под эту же трубу мы сделали много видео в которых рассказывали об отдельных элементах но никогда не говорили о комплексном подходе и главное здесь эта цель можно конечно какой-то универсальный способ придумать тюнинга своего карабина под все возможные цели но к сожалению такой вариант всегда будет не оптимальным дело в том что если вы что-то специально для чего-то делать то она будет максимально к этому приспособлено поэтому если же вы определились для спорта то делайте для спорта если определились для самообороны то делайте все для самообороны много людей спрашивает а вот чтобы мне так поставить чтобы и на охоту можно и туда я говорю ребят но тогда вы делаете что хотите если вам так нравится вам так красиво или приятно или дешево то пожалуйста но если вы под задачу что-то делаете то пожалуйста делать это правильно или представьте себе вы собираетесь на гоночном треке гонять но при этом имеете собой большой кузов для картошки это абсурдно есть элементы тюнинга какие-то необходимые которые устраняют косяки оружия недочеты добавляют важный функционал есть вещи которые влияют исключительно на эргономику либо на украшение оружие это сугубо индивидуальные штуки мы в основном все-таки будем говорить о том что добавляет функционал ну и часть тюнинга нужно устанавливать исключительно в мастерской имеющий соответствующую лицензию это касается основных читей оружия поехали по элементам и начнем из тех которые самые востребованные то есть на коллаж ну а дальше уже посмотрим как дело пойдет мы в один ролик здесь не уложимся потому что вопрос ну слишком уж обширный коллаж делался для того чтобы подходить для всех для подходить для армии подходить для какого-то усредненного бойца но мы для себя любимых можем подобрать что-то интереснее и начнем именно с приклада и именно с адаптера на что его ставить это адаптер телескопического приклада компании вектор 762 который в нашем случае имеет размерность комспек тут предусмотрена возможность складывания на 180 градусов и у него семь позиций регулировки по длине что весьма важно этот агрегат от вектора имеет и переходник и трубу приклада в одном корпусе они представляют из себя по сути один узел один продукт если вы выбираете себе отдельный переходник в который надо вкручивать трубу имейте ввиду с какими проблемами вы можете столкнуться первое у вас будет просто выкручиваться труба это значит что во время стрельбы вы почувствуете как у вас из плеча начинает выходить тыльник приклада это частая ситуация во вторых иногда по закону вам нужно будет кернить вы понимаете какой у нас закон у нас в некоторых ситуациях предъявляют претензии что у вас выкручивается свободно и это нарушает закон и вы обязаны закернить а в других лицензионках вам говорят что это не требуется по закону потому что для этого нужен специальный инструмент короче говоря мы сталкивались ситуации где надо или не надо кернить вот такая ситуация на сегодня с этим ничего не поделать второе когда у вас раскручивается туда-сюда вы подкручивать или ставите на локтайп опять начинается люфт если мощная дача например на 12 калибре то в конечном итоге это может привести к тому что труба сломается и с китайскими трубами это случается достаточно часто кто-то из вас комментариях справедливо укажет что я купил трубу и у меня все отлично аплодируем замечу что приклад не является основной частью его можно менять самостоятельно или в мастерских без получения направления на ремонт при этом прошу заметить при замене приклада оружие не должно получить возможности произвести выстрел в сложенном положении при установке этого приклада как раз в сложенном положении выстрелить будет невозможно первое что вы должны учитывать при покупке тюнинга он должен вас проходить по закону есть определенные длины для оружия которые мы не можем делать меньше поскольку это с точки зрения государства может повлечь скрыто его ношение цифры 50 и 80 50 сантиметров это длина ствола и 80 сантиметров общая длина оружия пригодного для производства выстрела так вот в некоторых случаях мы не можем использовать слишком короткие переходники второй момент это длина например на сайте 9 как вы знаете нужно устанавливать трубу более длинную чем стандарт учитывайте при покупке и не купите трубу которая короче который сделает ваше оружие незаконным по трубам есть два основных стандарта как считается это милспек и комспек но по сути именно милспек является таким стандартом где оговорены определенные параметры а комспек это скорее стандарт конкретного производителя и ну единственное чем на практике отличается прям наверняка это то что диаметр трубы комспек будет чуть чуть больше плюс как правило еще и длина трубы конспек тоже немножко больше и поэтому когда вы подбираете приклад к адаптеру либо этом адаптер к прикладу нужно будет смотреть чтобы у вас все это работало причем если у вас и приклад и адаптер милспек труба прикладу милспек то с вероятностью практически сто процентов вас все это вместе заработает без люфтов и в том виде в котором производитель предусмотрел а вот если у вас труба и приклад комспек их нужно будет проверять и лучше брать трубу и приклад одного и того же производителя либо хотя бы заранее проверять не будет ли лишних люфтов большинстве случаев на самом деле так и бывает что все подходит адаптер и труба вместе нормально работают но я сталкивался с тем что были немного разные резьбы дело в том что резьба на трубе изначально и по милспеку и по конспеку дюймовая если адаптер и труба произведены у нас часто это делается на оборудование на оборудование которое работает в метрической системе с пересчетом и этот пересчет не точный и резьба не всегда соответствует то есть труба может не закрутиться в адаптер может закрутиться не полностью либо очень туго либо болтаться переходник может обеспечивать либо полное либо неполное сложение то есть некоторые переходники особенно ранних серий например custom gas самых первых серий он складывался не до конца и вам нужно это учесть например если вы десантник и вам нужна мобильность вы рассчитываете на то что у вас все будет компактно складываться или удобно складываться в чехол то вам нужно чтобы приклад полностью складывался и не все переходники это умеют делать большинство карабинов на базе автомата калашникова у нас не позволяют использовать адаптеры без блокиратора выстрела на сложенном прикладе да разумеется с выключенным предохранителем приклад не сложится вот таком варианте переходник вот вектор 7 62 складывается то есть полного сложения к сожалению не добиться на карабинах которые используют ластохвост и соответственно немножко у вас приклад будет выступать до блокиратор работает то есть предохранитель не выключается спуск не работает только при разложенном прикладе у нас разблокируется спусковой крючок что касается узла переходник приклад они сборные сборные на двух винтах люфтов в узле в этом нет я сталкивался со многими переходниками и полностью в сборе системами труба плюс переходник и довольно частая на самом деле картина когда ставишь такой переходник а он оказывается с каким-то отводом причем этот отвод то он не предусмотрен производителем а просто так стало и приходится потом это подгонять выравнивать трубу чтобы она была соосна самому оружию в данном случае оба переходника и который стоит сейчас на сайге с возможностью складывания приклада и на сайге которые без возможности складывания приклада стали ровно и вообще беспроблемно существует также и иной подход к производству прикладов это те приклады которые по большей части или практически полностью сделаны из пластика например как калашниковский вариант есть вариант от макпула жуков да это такие пластиковые по сути приклады они удобные они хорошо ведут себя в плане холода тепла потому что там низкая теле теплопередача но иногда они страдают от того чтоб хрупкие просто-напросто и от небольшого удара особенно поперечного они могут сломаться в критических местах это тоже учитывайте и честно говоря вот макпул жуков классный выглядит отлично но я бы его не рекомендовал потому что уже два случая было когда он ломался и я не не от каких-то нагрузок машины по нему не ездили вообще плюс труп это универсальность ты согласишься со мной если я скажу что это проверенное средство проверенный способ тюнинга который можно в принципе рекомендовать это проверенный самый популярный вариант решения этой проблемы в калаше разный уровень у затвора у газовой системы у штока и ствол и все это находится в разных плоскостях что вызывает определенные вибрации все кто видел как работает автомат калашников сломо удивляются ничего себе у него не только ствол как плетка у него весь корпус ходит щели раскрываются закрываются в общем ходуном эта вся история ходит и для того чтобы поиграться вот с этими векторами отдачи типа улучшить контроль делают более высокую трубу и адаптеры некоторые позволяют это сделать в этом есть свои плюсы насколько насколько я ощущаю это не измеряется приборами но действительно чуть-чуть легче контролировать отдачу особенно на мощных калибрах но с другой стороны вам потребуется обменять положение коллиматорного прицела потому что стандартный калашников рассчитан под стандартные низкие прицельные приспособления и щека ваша лежит ниже один только приклад может вдохновить нас на разговор на час или два но мы не будем этого делать есть и другие интересные запчасти в частности это рукоятки цевья дтк ну раз ты дтк упомянул стоит нам эти момент тогда осветить здесь тоже большое разнообразие того что можно поставить себе на дульный срез достигается ну разные цели достигаются тоже установкой и спортивных дтк ну изначально это может быть и дульный тормоз и компенсатор либо одно либо другое это может быть пламя-гаситель это может быть так называемый дтк закрытого типа который решает другие задачи совсем ни в чем ином так не проявляется сущность вы для спорта вы для охоты вам для какой цели потому что они очень разные например одни сильно демаскируют но хорошо компенсирует отдачу вот если вы в тактических целях его собираетесь применять вам лежать в пыли и после того как спортивный постреляет вы обнаружите перед собой облако пыли не вы не видите и вас видно по облачку то есть вы себя демаскируете поэтому нужно подумать заранее об этом деле на примере нашего дтк это компактный достаточно дульный тормоз компенсатор наверное в два с половиной раза меньше чем остеемовский спортивный кстати в сравнении с штатным дтк саги вот так вот выглядит штатный и вот так выглядит дульник вот в частности здесь вр 08 из того чем был удивлен при стрельбе ночи то что вот такие вот так называемые спортивные дтк они дают очень хорошего гашение отдачи то есть отдача снижается существенно и компенсируют увод оружия но считается что ночью с ними работать невозможно потому что они все засвечивают дают огромные вспышки и я был удивлен что вот эти вот дтк вспышки не дают большой то есть да она есть но при этом существенно меньше чем на штатном дульном тормозе сайги либо автомата калашникова дульный тормоз компенсатор vr 08 выпускается в калибрах 545 и 70 62 миллиметра кстати тот что сделан под 545 подходит и для калибра 5 56 он же 223 рэм различаются эти дульники двумя вещами во первых у них разный диаметр пулевого канала во вторых резьбой установки регулировок и каких-то настроек работы не предусмотрено это именно дульный тормоз компенсатор то есть он снижает импульс отдачи работает как тормоз и компенсирует подброс ствола как пламя гаситель он не позиционируется ну как окажется дальше он не уступает в подавлении вспышки и штатному устройству но при этом он довольно хорош для баланса и часто задают вопрос следует ли менять тот штатный дульный тормоз компенсатор который устанавливается и на автоматах калашникова а к 74 например или на сайги я считаю что да у него есть несколько недостатков существенных которые все-таки заставили бы меня поменять этот дтк при установке имеет люфт он болтается это отрицательно сказывается на кучности хотя общая кучность карабинов сайга 9 сантиметров на 100 метров это конечно то что делает этот дтк вы не заметите нас насколько помню отбраковка либо 160 либо 180 миллиметров на 545 на 100 метрах то есть если оружие укладывается в эту кучность считается что все нормально и можно не заморачиваться но честно говоря это не очень хорошие показатели это другая история насколько нужно чтобы кучным был калаш да но тем не менее вам все-таки нужно делать плюсы они минусы поэтому этот дтк скручиваем он не так хорошо гасит пламя достаточно яркая вспышка на нем остается поэтому его мы убираем засветка о которой мы еще будем говорить очень очевидно в ночное время если у вас не было опыта стрельбы ночью и вы не знаете о какой засветке мы говорим то здесь для вас все будет сейчас очевидно хотя считается что штатный дульный тормоз компенсатор имеет функцию также и подавление вспышки тем не менее в реальности через раз возникают большие фаерболы которые ночью будет вам сильно мешать стрелять а вот как стреляет vr 08 который вроде как спортивный честно сказать я очень удивлен знаете дтк на нарезнике делать несколько проще вот если вы дтк для гладкого ствола делать или для девятки там уже нужно выбирать там уже надо смотреть виктора а вот на нарезном оружии много газов и там есть чему работать там есть рабочие газы которые позволяют вам всякие вариации делать набор дульных устройств одним чем-то универсальным к сожалению не обойтись из интересных моментов вот я до конца закрутил сейчас дульный тормоз и соответственно стал он совершенно криво возвращаем ну примерно пол оборота получаем небольшой люфт если люфт на прикладе меня по большому счету мало беспокоит тот люфт на дтк мне не нужен и я двумя способами убираю этот люфт первый способ очевидно если есть контрагайка то контрагайкой а второй способ просто синим лактай там даже при интенсивной стрельбе и разогреве фиксация остается достаточно хороший и при необходимости позволяет снять этот дтк для чистки или замены вместе с тем для чистки vr08 не требует снятия у него большие и удобные для чистки отверстия напомню что если вы хотите чтобы ваш дтк работал эффективно то чистить его требуется обязательно те дтк которые выполнены способом 3d печати вообще имеют затруднения доступ к внутренним поверхностям поэтому их чистить сложно да и порой вообще невозможны потому что вы можете конечно использовать какой-нибудь ультразвук и заливать какими-то средствами но тот нагар который образуется в дтк он очень жесткий и порой мы используем какое-нибудь зубило чтобы его оттуда отковырять и когда ваш дтк сильной степени загрязняется а на барнаульских патронах например он достаточно быстро и сильно загрязняется потом он просто теряет часть своих функций и он начинает работать буквально по-другому так что имейте это ввиду приобретая такой дтк если вы купили дтк который имеет большие открытые полости то его легко будет и чистить вообще первое на что стоит обращать внимание когда вы устанавливаете дтк на свое оружие это его соосность соосность установки потому что связи с этим может быть очень много проблем вплоть до того что ну лично видел варианты когда дтк улетает со ствола при выстреле из-за того что его просто напросто сбивает пулей то есть пуля не просто цепляет стенку а попадает в какое-то перекрытие в перегородку и все улетает все что накручивается на ось ствола должно быть соосно потому что если это не так а это часто бывает не так я сам лично столкнулся с этой проблемой на своем випре нарезном и при 223 калибра штатная резьба была не соосно и при установке дтк пуля задевала край дтк я сначала не мог понять почему куча такая ужасная накрутил дтк и куча разлетается скручиваешь дтк и куча очень хорошая причем это довольно распространенная ситуация то есть не стоит думать что это там крайне редко бывает так что имейте ввиду даже если пуля слегка касается края дульника это можно даже не заметить но я заметил там была линия медная вот он даже слегка касается кучность драматически падает драматически ключевой функцией дульного тормозокомпенсатор является работа с уводом и отдачей отдачу можно почувствовать вот тем более можно почувствовать когда вы стреляете вы если у вас формированная стойка то вы можете с разными настройками из или с разными дтк понять что например передавливает и после выстрела прицельная марка ниже отправляется или не додавливает или уводит левее правее я бы сказал отдача ощутимо снизилась прям ощутимо спортивный дтк от вектор 762 ну разница ощутимо отдача явно снижена но есть и другие вещи важные для дтк вспышка там демаскировка гашение пламени изменения баланса если он тяжелый так что это тоже нужно учитывать если мы говорим о функции именно как дульного тормоза то здесь мы имеем то что имеем конструктивно а вот компенсацию на некоторых дтк мы имеем возможность настраивать либо банальным способом поворотом дульного тормоза при установке фиксации под определенным углом либо некоторые модели имеют возможность регулировать потоки газовые то есть либо вкручивание выкручивание винтов либо просверливанием отверстий которые прям штатно там предусмотрены места рассверливания такого но в общем есть фиксированные есть настраиваю еще один из видов дульных устройств это так называемые дожигатели слово говорит само за себя мы тестировали векторовский дожигатель нового поколения и он имеет трехкамерную конструкцию изготовлен из стали для карабинов с коротким стволом типа аксу такое устройство не предназначено особенностью этой новой модели является газоразгрузка такая конструкция во-первых чистку делает чуть попроще с другой стороны меньше дуют праховые газы в лицо это важно потому что при интенсивной стрельбе газы могут настолько мешать и залетать под очки глаза начинают слезиться целиться становится неудобно весит этот дожигатель 225 граммов это несколько тяжелее чем ожидаешь но были варианты сделаны из титана который значительно легче тем не менее 225 граммов это не такой уж и большой вес хотя на конце ствола если смотреть для спорта скажем то это наверное не очень хорошо потому что мешает при переносах что касается дожигателя есть пару нюансов во-первых у него такая корончатая посадка то есть можно в любом положении его присоединить на резьбу классная трещотка мне прям нравится основная задача дожигателя это конечно не уменьшение отдачи и не устранение звука выстрела дожигатель за счет внутреннего объема камер накапливает истекающие пороховые газы где они естественным образом догорают это позволяет стрелять сумерках и в темноте без засветки приборов ночного видения и даже без приборов ночного видения с обычным коллиматором в темное время суток стрелять комфортнее потому что если есть большая вспышка то она на мгновение совсем не намного но тем не менее на мгновение стрелок ловит зайчика и нужно какое-то время чтобы восстановить зрение разумеется дожигатель помогает маскировать вас лучше если нет яркой вспышки в темноте то и определить откуда идет стрельба сложнее правда есть одно но с таким дожигателем практически всегда первый выстрел серии имеет вспышку последующие выстрелы уже происходит практически вообще без всякой вспышки если вы знаете причину или физику этого процесса то обязательно напишите нам в комментариях в нашем телеграм-канале один из владельцев короткой сайги установил подобное устройство себе на ствол и жаловался на то что вспышка слишком большая когда газы пробиваются через отверстие в газовой трубке поэтому нужно учесть что короткий ствол видимо действительно не подходит для работы с этим устройством но самым интересным для меня оказалось то как этот дожигатель работает со звуком хотя он и не предназначен для подавления шума выстрела тем не менее он изменяет сигнатуру шума да такое вот интересное за умное название сигнатура выстрела по сути проверив как распространяется звук со всех сторон оказалось что бабах по большей части направлен вперед и сзади и по бокам находиться достаточно комфортно особенно это заметно когда стреляешь в помещении или под навесом при использовании этого дожигателя ушам полегче надо сказать что это весьма полезный бонус при этом общая громкость выстрела по сути не меняется но находиться по бокам более комфортно и давайте для того чтобы у вас сложилось представление той самой звуковой сигнатуре мы послушаем как звучит выстрел со штатным дтк и как звучит выстрел с дожигателем и так штатный дульный тормоз саги довольно сильно болтается к слову нужно иметь ввиду две вещи первое это то что штатный дтк делает звук не только тише но наоборот даже громче поскольку перегородка направляет звуковую волну вправо и влево от стрелка и из-за этого удар по ушам становится еще сильнее и второе все-таки мы слушаем не напрямую своими собственными ушами а слушаем через микрофон камеры поэтому конечно не будет стопроцентной точности передачи звука тем не менее разница довольно очевидна характер звука немного меняет звуковая волна в большей степени уходит вперед и в меньшей степени в стороны особенно разница видна если вы постреляете сначала с подобным дожигателем а потом накрутите какой-нибудь спортивный дтк который интенсивно распределяет газы по сторонам спортивные дульники самые шумные что понравилось что не понравилось из плюсов отмечу что по качеству производства все очень круто ставится и снимается дожигатель очень быстро то есть гнеток поджали открутили и накрутили дальше то что нужно из минусов сразу бросилась глаза при стрельбе ночью один из двух-трех раз когда начинаешь стрельбу дает фаербол то есть яркую вспышку которая засвечивает и прицельный приспособление вот разумеется приятного в этом мало но затем со второго выстрела все работает шикарно вот на таком дожигателе который условно первого поколения и представляет из себя небольшую такую воронку такой проблемы с фаерболом нет в целом пока про дтк этого достаточно но в будущем мы обязательно поговорим еще о дульных устройствах в частности а так называемых супрессорах и дтк закрытого типа и о том как они влияют на баллистику уменьшают они или увеличивают скорость пули и о том почему практически на любом высокоточном оружии стоит дтк в целом уже представление получили этот вопрос с выбором дтк серьезный и на тюнинг он влияет значительно иногда мы сталкиваемся с необходимостью установить что-то на цевьё это могут быть всевозможные рукоятки там быть сошки фонари и так далее и если какие-то цеви изначально предусматривают планки пикатинни на них несъемные то на большинство кастомных цевей большинство распространенных цевей есть определенные интерфейсы которые позволяют в нужном вам порядке ставить планки в нашем случае вектор 762 планка из алюминиевого сплава это самый распространенный вариант решения планки несмотря на то что они стоят копейки и очень очень просты по своей сути они тем не менее могут быть важными планки делаются из разных материалов из пластика из алюминия и из стали ну либо из сплавов с алюминием и другими металлами и я какое-то время думал что то что пластик это просто на выброс но у его на свое мнение на этот счет ну во первых мы должны ориентироваться опять же на ту цель для которой мы устанавливаем планку если это что-то легкое без нагрузки то лучше поставить легкой пластиковую планку и не утяжелять то что и так у нас довольно тяжелая ну а также некоторые пластики вообще по своим физическим свойствам не уступают а иногда превосходят те же самые алюминиевые сплавы и поэтому ну реально смотреть на то что планка например пластиковая и пользоваться ее нельзя так делать не стоит тем более некоторые там стальные планки если они по характеристикам прочностным своим превосходят ваше красивое дорогое цевьё при определенных нагрузках пострадает цевьё а не планка поэтому на это тоже нужно обращать внимание стальные планки это исключительный случай я бы особенно их не рекомендовал только если у вас например есть устройство есть такое тактическое устройство оптическое тактическое устройство подсветки и цели указания вот представляете у этого прибора нет нормального названия типа тромикс да вот вот так их можно называть до сих пор не придумали в общем это такая коробочка там инфракрасная подсветка и лазерный красного спектра и зеленого спектра вот эти штучки иногда бывают тяжелыми массивными и для них нужно действительно что-то прочное крепко особенно если вы военный если вы прыгаете если у вас грязь если вы всем телом своим бронежилетом прямо на это можете упасть действительно пластиковая планка и даже некоторые алюминиевые могут свернуться а там где у вас целеуказатель находится понимаете вам важно потому что небольшое смещение на расстоянии 50 100 метров приведет к тому чтобы пули вообще будут не туда лететь в этом случае может быть даже и стальной но 90 процентов случая покрывает алюминиевые или пластиковые планки наша задача сказать что может случиться случится она на самом деле или нет уже дело конкретной ситуации но мы знаем что если у нас мягкий алюминий находится в контакте с остальным болтом то резьба на алюминий может срываться особенно если там начинается люфт особенно если там начинается шаг потому что он постепенно разбалтывает это самое соединение вектор 762 использует интерфейс м-лок но существует некоторые другие там есть варианты но самый распространенный мне кажется уже оптимальный ставший классикой это макпуловское соединение млок крепление млок тем и хорошо что оно не только универсально но также что стальной винт контактирует со стальным вкладышем и тем самым не разрушает саму алюминиевую планку и цевьё стоит обратить внимание на то продумал ли заранее производитель такую возможность правильно ли там просчитан шаг вот этих вот гребни и не собьется ли шаг при установке нескольких планах одновременно если он собьется вы не будете иметь возможность установить какой-то длинный крон например либо установить на одинаковых кронах какие-то оптические приспособления которые должны быть соосны то есть они по умолчанию будут либо не соосны либо не будут стыковаться друг с другом учтите опыт мой личный показал что при установке одна за другой плана китайских они просто нарушают этот шаг и вы не можете по факту пользоваться такой планкой пикатинь одна из целей установки на цевьем вот таких планов пикатиньи может быть как раз таки установки упора для ладони практика применения не так давно одному из стрелков нашей группе мы специально поставили вот такую штуку для того чтобы зафиксировать его хват на цевье это касается именно спортивной составляющей то есть чтобы удержание оружия всегда у стрелка было единообразным то есть рука ложилась на цевьем одной и той же точке мы поставили вот такой вот стоппер вообще всегда считал что эта штука в большей степени такая пижонская бесполезная а вот постреляв таком с эти и цайги пятерки я понял что сначала подумал не мешает ладно не мешает нормально все буду работать а в какой-то момент я поймался на мысли что я реально пользуюсь этим хендстоппером практически постоянно с одной стороны в практической стрельбе подобные приспособления совсем не популярны но вот с другой стороны озадачивает один факт один из самых сильных стрелков в мире из карабина райна пилтокоски как раз стреляет с подобного рода штукой а вот лично я такими стопперами или рукоятками не пользуюсь держусь за голое цевьё а вот иван сдался распробовал теперь то что нужно а несмотря на то что иван использовал у своего студента такое приспособление я вижу их где кто занимается тактикой тактической стрельбой причем и у иностранцев и у наших соотечественников ее устанавливают и казалось бы зачем скорее уже где-то в спорте такие вещи себя находят у нас все-таки стойка единообразная у нас меньше таких вызовов когда нужно в кракозябру вот в такую свернуться и стрелять до из акустиков вот тем не менее эта штука ставится в две стороны она может ограничивать либо быть маркером положения вашей руки с этой стороны и также в обратную сторону если например у вас короткий ствол короткое цевьё или усы очень длинные руки то вам есть необходимость определенная для безопасности ограничить ход вперед например короткие mp5 или еще другие карабины или винтовки ружья например короткие випре у них настолько короткий ствол что можно в попыхах слишком сильно вытянуть руку поставить пальчик и и будет наверное что-то неприятно так что вот такая штука для тюнинга тоже есть при установке подобного оборудования надо учитывать два момента первое как это повлияет на баланс и удобство не будет ли эта штука не только лишним весом и лишним грузом но еще и зацепляться если вы используете стропы или ремни или что-то подобное потому что зацепившись таким образом на соревнованиях ты получишь минус балл или может быть какой-то процент но в ситуации когда от этого зависит своя жизнь можно очень сильно пострадать учтите поэтому если уж делать такую штуку то надо делать ее легкой и делать ее обтекаемой чтобы она минимально зацеплялась за всякие предметы сейчас давайте поговорим еще об одном элементы тюнинга это полиуретановый или пластиковый буфер эти буферы это противоречивая тема она неоднозначная с одной стороны есть плюсы но с другой есть и минусы и о том о другом мы сейчас поговорим из плюсов скажи что ты считаешь такие буферы я нет использовал кстати это это был один из первых элементов которые поставил себе на гладкий випр и убрал практически даже сразу когда понял что ощущение отдачи на випре практически не отличается с установленным этим буфером и без установленного а потом когда я еще у товарища увидел разорванный такой буфер то есть это был очень дешевый отечественные какой-то буфер не знаю из чего уже не помню сделанный и то есть маленькая деталь которая вроде дает тебе немного преимуществ но при определенном стечении обстоятельств может дать больше проблем поэтому я очень аккуратно отношусь к таким вещам и так при использовании на гладкоствольных 12 калибра полуавтоматических ружьях типа сайга 12 вепрь эта штука может привести к задержка почему потому что она изменяет скорость и по факту режим штатный режим работы затвора и затворной рамы поскольку уменьшается амплитуда движения затвора то и время на преодоление короче не будем усложнять ваш затвор становится быстрее из-за этого он может не досылать либо не дать еще экстрагироваться прошлому патрону запихивая следующий и вы получаете либо недосылы либо печные трубы либо некоторые другие проблемы поэтому учтите если вы будете использовать то постреляйте с ним не один два три раза да по-человечески выезжайте на стрельбище сделайте с ним минимум 200-300 выстрелов чтобы понять насколько он дружит с вашим оружием при его разрыве может заклинить механизма оружия и оружие быть непригодным к дальнейшему использованию да иван имеет ввиду что его кусочки они достаточно плотные они могут проникать но попадать между подвижных частей и просто заклинивать затвор уходит заднее положение себя фиксирует этой резинкой и назад не возвращается вы получаете задержку и исправить они так легко придется открывать крышку очищать и тогда я бы сказал что разницы особо по сравнению с стрельбой без этого буфера я не видел но с другой стороны мы видим что использование подобных буферов необязательно таких является чуть ли не обязательным решением для сайги 9 для спорта амплитуда движения затвора там избыточная и поэтому используют всевозможные либо стоперы либо буферы обычная либо это полностью полиуретан либо полиуретан с пружиной либо даже я видел установку и таких же буферов на сайги 9 да иногда ставят 1 а иногда в ряд по 2-3 ставят и они очень неплохо отрабатывают они уменьшают ход затвора и это играет в плюс потому что вот такие вибрации поперечные уходят но здесь интересный момент сайга 9 и витязь это почти одинаковое оружие с автоматическим и полуавтоматическим режимом огня но то что может вредить полуавтоматическом режиме поднимая скорость стрельбы до 1000 и более выстрелов в минуту но здесь у нас нет полуавтоматического здесь у нас нет автоматического режима огня и мы наоборот получаем только плюсы то есть у нас короткий ход создает иное ощущение и на мишени у вас коллиматорный прицел его . прыгает гораздо меньше это уже давно проверено в нашем спорте а кстати говоря она TR9 работает еще лучше конкретный этот векторовский буфер конечно для сайги 9 не подходит но есть и другие буферы у них другая форма тыльника и они становятся в том числе и под такой вид оружия там для пружинки надо специальный выпил делать из плюсов которые могут принести подобные решения это разгрузка столь ствольной коробки и некоторые другие части живут чуть подольше правда нет наверное тех людей которые это по-настоящему замеряли сколько конкретно выстрелов добавляет это никто не делал просто это такая больше теоретическая часть друзья спасибо что посмотрели тюнинга много этот ролик мы бесконечным делать не будем мы сделаем вторую третью и если понадобится 4 серию этого сериала вы в комментариях пишите какие еще элементы тюнинга нам рассмотреть что еще вам интересно можете задавать вопросы по тому что мы уже рассмотрели вот а мы с удовольствием с иваном почитаем и поотвечаем на ваши комментарии а пока 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 субтитры создавал DimaTorzok